Здравствуйте, это канал газета Рязанские ведомости и Дмитрий Соколов с обзором событий недели. Выпускники школ отправились во взрослую жизнь под алыми парусами, навстречу своему счастью. И, конечно же, такая мелочь, как отключение электричества в день праздника, не могла омрачить настроение большинства из них. Выпускники 14-й школы и 4-го лицея, наметившие торжества в театре кукол, где свет тоже вырубили на весь день, каким-то образом вышли из положения и душевно попрощались со школой. Менее весело было продавцам магазинов. Текли холодильники, портилась продукция, на помощь приходили электрические генераторы. Парикмахеры вместе с недостриженными клиентами выходили на улицы и возле своих заведений завершали начатые процедуры. На площади театральной, где погасли светофоры, водители и пешеходы на весь день перешли в режим самоуправления, ожидая регулировщиков ГАИ. Жители городских кварталов укладывались спать с фонариками. На этот раз сбой в системе энергоснабжения произошел из-за ремонтных работ в ОРТ. При переключении оборудования не выдержали городские сети и вновь стало понятно, что где тонко, там и рвется, а тонко сейчас у всех. Сбои в коммунальной инфраструктуре нарастают, потому что сети не обновлялись десятилетиями, не было у государства такого приоритета. Очередными веерными отключениями электричества в Рязани отметили энергетики повышения тарифов. С 1 июля подорожали услуги ЖКХ в среднем на 10%. Отменили льготную ипотеку, ужесточили условия по автокредитам и потребительским займам, выросла цена на крепкий алкоголь. В День молодежи представители областной и городской власти общались с подрастающим поколением в ЦПК ИО, где грохотал «Голос улиц» – фестиваль молодежных культур. Говорили, среди прочего, о счастье. Глава городской администрации Виталий Артемов сказал, что сможет почувствовать себя счастливым, когда вся молодежь, уехавшая на заработки в другие регионы, вернется обратно. Сейчас этого, к сожалению, не происходит, добавил он. Тему закрепления кадров продолжил на заседании правительства области Павел Малков, приведя в пример Рязанский медуниверситет, где каждый девятый выпускник обучался по целевому набору, а значит останется в регионе. У работодателей тем временем ситуация с кадрами начинает вызывать тихую панику. Но как ее преодолеть? Самый быстрый способ радикального повышения зарплат, особенно в бюджетном секторе, сейчас не слишком популярен. Ищутся какие-то окольные пути. Вот, допустим, многострадальная почта России. Ужасный недобор персонала из-за нищенских окладов и тяжелых условий труда. Рентабельность почтовых отделений решили повышать весьма оригинальным способом. Этот способ может быть охарактеризован как навесить что-нибудь еще. Почтовикам предлагают уже не только торговлей заниматься, но и взять на себя функции сельских библиотекарей. Однако это еще цветочки. Работники почты могут, оказывается, после окончания курсов совершать несложные медицинские манипуляции, ставить уколы, измерять давление и даже заниматься диагностикой заболеваний. Говорят, что такая благодать внедряется в Ульяновской области под названием «Почтальоны здоровья». И не исключено, что опыт будет тиражироваться по всей стране. Ну красота же! Кто-то письмо отправляет, кто-то штаны снимает, готовясь к инъекции внутримышечно, кто-то за шампунем пришел или за книжкой. Каждому по потребностям. Мало кто из нынешних выпускников школы осознает, что они относятся к особенному поколению. К поколению, которое станет свидетелем заката нефтяной эры. Пока российское черное золото в огромных объемах готов принимать Китай. Но у Поднебесной наметились четкие планы, которые она не скрывает. Через 40 лет полностью перейти к углеродной нейтральности. Это значит, что весь транспорт к 2060 году будет переведен на водородное топливо или электрическую тягу. И для этого предпринимаются конкретные шаги уже сейчас. Строятся станции по производству водорода для заправки поездов и автомобилей. Причем в перспективе ставка делается на водород, добываемый из воды. Осталось только удешевить эти зеленые технологии. Но, зная целеустремленность китайцев, никто не сомневается, что у них это получится даже раньше намеченных сроков. Словом, разговоры о важном в школах давно пора переводить в русло обсуждения ближайших для России экономических перспектив. А молодежь настраивать на решение судьбоносных задач, от которых зависит будущее страны. Кстати, как раз на эти острые посылы и правдивые сценарии очень чутко реагирует современная молодежь, уставшая от восторженных благопожеланий в свой агресс. Я погулял по площадкам фестиваля «Голос улиц», представлявшего различные спортивные активности молодежи. И поймал себя на странном ощущении. Я не мог зафиксировать начало состязаний. Время плыло, к обозначенному часу ничего не начиналось, разминка внезапно перетекала в соревнования, потом все снова обрывалось. Эти пульсирующие ритмы – свойства любого переходного времени. Кому-то продолжает казаться, что ничего не движется, а на самом деле все уже началось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok